Илья, скажи, пожалуйста, ты скучаешь по школе? По школе очень скучаю. Вот по экзаменам совершенно не скучаю. Потому что родители волнуются, я волновался. Ох, ужас какой-то. Это все знаешь потому, что у тебя не было самого доброго утра. С подсказками, кстати, и наставлениями. Первый Ярославский открывает новую рубрику «Готовимся к ЕГЭ» и «Государственная итоговая тестация вместе». И сегодня мы решили пригласить в гости в студию заместителя директора Департамента образования Ярославской области Светлану Остафьеву. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Итак, первый вопрос, наверное, Оль, каков он? Первый вопрос, наверное, такого будет. Вот «Государственная итоговая тестация» будет проходить в двух формах. Расскажите, что это за форма? Ну, действительно, приближается время подведения итогов у наших выпускников школ, 9-х классов, 11-х классов. И перед ними сейчас уже на пути встает в дальнейшей жизни государственная итоговая тестация. И для 11-ти классников, и для 9-х, выпускников 9-х классов у нас итоговая тестация проходит в двух формах. В основном для всех детей 11-ти классников это форма единого государственного экзамена. А для ребят с ограниченными возможностями здоровья есть еще и другая форма, они могут выбрать, это государственный выпускной экзамен. А для 9-ти классников тоже теперь как бы есть две формы. Одна форма – это основной государственный экзамен. Это для всех. И для ребят тоже с ограниченными возможностями здоровья тоже государственный выпускной экзамен. Чем-нибудь формы отличаются, я, в принципе, могу сейчас в двух словах сказать. Значит, о едином государственном экзамене, как вы сейчас уже сказали, рубрика у вас будет, в вашей рубрике будет рассказываться все в течение практически двух месяцев. И даже сам выпускной экзамен в первой ЕГЭ здесь будет у вас, будут специалисты, которые будут ребят готовить. Единый государственный экзамен уже известен, но о нем очень подробно все более в поздние сроки. А сегодня про государственный выпускной экзамен – это для ребят, которые с ограниченными возможностями здоровья выбрали. Этот экзамен проходит также в пунктах проведения экзамена. И в этом пункте также есть организаторы. Это люди, которые не вели уроки у этих ребят. То есть, если это математика, то будет учитель любого другого предмета. Если это русский, то наоборот. Для ребят здесь, вот чем отличается от ЕГЭ, возможность выбрать на русском языке. Он выбирает либо сочинение, пишет, либо изложение. То есть, этим ребятам расскажут, какие пришли, откроют пакеты, скажут, какие темы сочинений. Если он их выбирает, то берет сочинение или говорит, нет, я буду писать изложение. Ну, а на математике он пишет контрольную работу. Это для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Но что я должна сказать? Что если ребята, в частности дети-инвалиды, да, у нас есть колясочники, у нас такая практика есть, они говорят, нет, мы будем все-таки сдавать ЕГЭ. И едут вместе со всеми ребятами и работают с контрольно-измерительным материалом. Ну, молодцы. Это одиннадцатиклассники. А скажите, при каких условиях будет в этом году проходить государственный экзамен? Вот те же самые условия, как я сказала, что и на ЕГЭ. То есть, это пункты, в пунктах проведения. И там же уже будет видеонаблюдение, которое в этом году введено на едином государственном экзамене. Оно будет и вот на этом экзамене в другой форме. Скажите, а вот дети не переживают из-за этого видеонаблюдения? Но все равно, наверное, неприятно, когда за тобой смотрят большой глаз. Неужели так это необходимо? Ну, во-первых, значит, у нас этого большого глаза в таком виде, как мы сейчас его рисовали, не будет. Все очень скрыто. То есть, будет очень, да, будет маленькая камера, которая будет показывать, ну, которой будет видно весь класс. На самом деле, это делается только для того, чтобы создать равные возможности для ребят. Ну, чтобы не было разговоров, и ребята не думают, что кому-то удалось там, извиняюсь, что-то посмотреть, да. Нет, эта маленькая видеокамера, она не будет мешать никому. Ну, в принципе, это для того, чтобы экзамен прошел в соответствии со всеми требованиями, которые прописаны на федеральном уровне. Вот, ну, мы знаем, что поступление в ВУЗа, да, это по итогам ЕГЭ. Вот как скоро ученик, 11-го класса, выпускник, который сдает ЕГЭ, да, узнает свой результат, чтобы ему уже на что-то надеяться? Ну, мы немножко опять сбегаем вперед, потому что про ЕГЭ начинаем говорить. Результаты и единого государственного экзамена, и вот этот выпускного экзамена для тех ребят, о которых я сегодня говорила, будут известны в течение пяти дней. И можно будет их узнать на сайте ЕГЭ, об этом будет отдельная передача, на которой все можно будет узнать, куда войти, в какой срок, чтобы посмотреть результаты. Это можно будет узнать и на региональном уровне на сайте Центра оценки контроля качества образования. Ну, вот это отдельная тема. В интернете, насколько я знаю, очень много сайтов с предложениями продать государственный экзамен, то есть решенные уже задания. Как вы к этому относитесь? Ой, спасибо большое за вопрос. На самом деле, я хочу обратиться ко всем нашим ребятам, выпускникам и 9-х классов, и 11-х классов, и, конечно, к их родителям, которые очень волнуются и думают, что сейчас нужно что-то срочно найти и купить. Ни в коем случае. Потому что практика прошлого года показала о том, что предлагалось в интернете, не всегда соответствовала реальной действительности. И на самом деле в этом году все очень будет строго. На федеральном уровне поставлена главная задача от организации проведения честного ЕГЭ. Поэтому созданы все условия, чтобы не было такой дезинформации в интернете. А потом самое главное. В настоящее время на сайте Федерального института педагогических измерений, в интернете нужно набрать ФИПИ, будут сейчас можно увидеть все задания, из которых формируются для 9-х классов. Это вот их контрольно-измерительные материалы и для 11-х классов. Сегодня каждый выпускник может их прорешать и подготовиться к экзамену. А вот как они попадут в контрольно-измерительные, какое задание, с какими вместе, это, естественно, дело уже компьютера. Прямо буквально за два дня до экзамена на федеральном уровне будут формироваться КИМ. Сегодня все задания есть, там их можно прорешать. То есть вот чтобы эффективно подготовиться уже к ЕГЭ, то вы советуете прорешать просто все вот эти вот задания? Конечно. Конечно. Там всех уровней задания есть. На сайте ФИПИ. Может быть, какие-то ваши пожелания есть тем, кто готовится сейчас к ЕГЭ и к государственным экзаменам? Да, у меня вот сейчас еще пожелание. Позвольте себе сказать не только про 11-классников, как я уже говорила, но и про 9-классников. У них в этом году тоже экзамен несколько в новой форме. Это также в аудиториях, в пунктах проведения, хотя Ярославская область в этом году единственная, кто приняла решение, что 9-классники будут сдавать в пунктах проведения в тех, в которых они учились. То есть не свозимы как 11-классников в другие школы, хотя другие регионы это делают. Мы решили, что первый раз для 9-классников в новой форме мы сделаем в своих школах. И стресс, наверное, все-таки поменьше. Да, чтобы не было и большого стресса у ребят. Самое главное – это сейчас спокойно готовиться, не упускать время, не оставлять все на последнюю неделю. Вот за последнюю неделю я посмотрю и порешаю самые простые задания, чтобы справиться там. Иногда так ребята рассуждаются уровнем А. Нужно потихонечку смотреть то, что дают учителя, готовиться к экзаменам, честно скажу. Ну вот, прорекламирую то, что сейчас ребята говорили. То, что, в принципе, наши педагоги будут и на Первом Ярославском добром утре говорить о самых заданиях сложных, на что нужно обратить внимание при их решении на математике и на русском. Ну и, конечно, я еще хотела бы обратиться, что напомнить, особенно для девятиклассников, у нас два обязательных экзамена – математика и русский язык. Все остальные предметы, которые вы выбирали, вы думаете, что вам потребуются для поступления в профильный класс или в класс с углубленным изучением отдельных предметов? Нет. Нормативная база Ярославской области такова, что дополнительные предметы вам в этом году не потребуются для поступления в класс с углубленным изучением предметов или профильный класс. Вы можете сдать два экзамена и об этом, например, сегодня еще раз заявить своим классным руководителям. Слава Игорьевна, большое спасибо за полезную информацию и от нашего генерального спонсора «Чай для Чавит» и вам подарок. Спасибо большое. Спасибо.